Очень много цветов можно выполнять из простого шнура вязаного. Средний шнур вяжется на трех иглах. Набираем удобным способом 3 петли и вяжем на средней плотности, чтобы не было сильно стянуто, но в то же время не очень жидкое вязание было. Процесс достаточно быстрый, в конце периодически просто тянем за кончик, и у нас сворачивается очень плотный шнур. Когда мы вяжем побольше и потянем, даже трудно определить, где у нас край этого шнура. Он кажется круглым, цельновязанным. На машине такое вязать одно удовольствие. Вяжется очень быстро, причем потянули, видите, шнур. Приобретает совершенно круглый законченный вид. Это средний шнур. Если мы хотим шнур тоненький, берется две иголочки и выполняется все то же самое. Получается очень тонкий, очень аккуратный шнур. И смотрите, какой длины шнур вам нужен. То есть вы провязали какое-то количество рядов и потянули. Шнур, после того, как вы его потянули, обратно уже не деформируется никогда. То есть это будет его естественная длина. Вот тоненький шнур. Все выполняется то же самое, только на двух иголочках. Очень быстро, очень просто, очень легко. Складывается пополам, получается тоненький-тоненький такой рулик, шнурочек. Это тонкий шнур. На четырех иглах получается плотный, толстый шнур. Больше четырех игл вязать не стоит. Очень небрежный такой шнурок получается. Из него цветы уже не делают. Это уже для пояса, для какой-то особой отделки. Но цветочки из двух-трех петель вяжутся. Руками шнур выполняется либо с помощью крючка. Вот у меня такой крючок. Бывают крючки вязальные. Любой крючок берете и начинаете вывязывать шнурок. Шнурок. Это тоненький шнур. Обычный тонкий шнур, когда вы продеваете петлю в петлю и достаточно быстро вывязываете тоненький шнур, с которого можно делать уже что угодно. Можно делать цветочки, можно делать завязочки, все что угодно. Получается вот такой вот тоненький шнурок. Можно вязать спицами, когда мы берем три петли и вяжем длинную-длинную полосу на трех петельках. Лицо, изнанка, лицо, изнанка. В этом случае у нас шнур закручивается и получается шнур. Если вы будете вязать лицевой, изнаночный, то есть платочной вязкой, то шнур выйдет плоским. Он закручиваться не будет и для цветов он уже не подходит. Поэтому мы вяжем лицо, изнанка, одна сторона полностью лицевая, одна полностью изнаночная, на трех петлях. Длинную-длинную полоску. Конечно, машиной такое делать быстрее, но если очень нужно, то можно, конечно, связать и спицами. Вяжем шнур из трех петель. Спицами или вязальной машине, без разницы. На вязальной машине гораздо быстрее, потому что длина шнура больше двух метров. Этот шнур 2 метра 10 сантиметров. Можно наматывать на руку, можно на какой-то предмет. У меня есть небольшая коробка, это гораздо удобнее, чем на руку, потому что все петли получаются одного размера. Наматываю в хаотичном порядке. Все эти 2 метра. И связываю их между собой. Делаю практически помпон. Только из шнуров. Мне главное их скрепить. Коробку можно убрать. И стяжку. Посильнее так. Можно развернуть цветок в таком виде. То есть разложить все лепестки, все эти петельки в разные стороны. Но видите, коробка не должна быть очень большой, иначе лепестки получаются большие, слишком длинные. А можно сделать проще. Здесь вот в самом низу делать не просто помпон, а помпон-кисточку. Так вот, связать основание. Связываем основание всех лепестков. И после этого можно уже раскладывать их как угодно. Они скреплены в центре. Раскладывайте их в хаотичном каком-нибудь порядке. Беспорядки. Как угодно. Петельками. Можно оставить такие вот интересные петли. Можно в середину ставить пуговку. Такую петель, конечно, надо разложить в разные стороны. Видите, чем длиннее шнур, тем интереснее получается результат. И лепестки не должны быть очень большого размера. Значит, получается не очень понятно, что это такое. Когда они небольшие, такой фантазийный цветок. Серединкой. Или сам по себе. В любом случае он смотрит очень необычно.